Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас на нашем вебинаре. Тема его вы видите на экране, то есть это изменения в РСБУ, которые произошли в 2021 году. И, собственно, какие настройки, вызванные этими изменениями, необходимо сделать в конфигурации 1С и ERP, для того, чтобы можно было безболезненно продолжать работу и сдавать отчетность. Веду вебинар я, консультант-аналитик Галина Гардышева. На экране вы видите наши контакты, как с нами можно связаться, и электронная почта, куда вы можете направлять свои запросы. В этом случае, если мы получаем от вас запрос, например, по электронной почте, мы можем более подробно и предметно ответить на ваш вопрос, так как, во-первых, будет больше времени для подготовки ответа, и ответить уже можно будет конкретно, применительно к вашей ситуации. Итак, программа нашего сегодняшнего вебинара – это новые ФЗ и ФСБУ. То есть я хочу напомнить, что в 2021 году у нас вступил в действие один новый ФЗ и два новых ФСБУ. То есть мы поговорим о том, кто их обязан применять, с какого момента, какие есть исключения, какие формы отчетности возникли в связи с этими новшествами, что нам нужно добавить в учетную политику, что пересмотреть в отношении запасов МПЗ и основных средств, соответственно, какие настройки нам нужно сделать, и что в итоге мы получаем в регламентированном учете. Ну и дополнительные сервисы и отчеты, которые в связи с этим имеются, их можно посмотреть. В нашей сегодняшней встрече будет довольно много теоретической информации. Я ее буду выводить на слайды для лучшего восприятия. И параллельно мы будем с вами переключаться в конфигурацию 1S ERP. И я буду показывать то же самое вживую на программе, то есть как можно посмотреть или настроить ту или иную информацию. Итак, нормативная база. То есть у нас в этом 2021 году, то есть отчетном на данный период, вступили в силу несколько значимых очень документов. Один из них называется ФЗ-371. Принят он был 9 ноября 2020 года. То есть это прослеживаемые товары. С них мы и начнем. И два других документа. Это ФСБУ-6-2020 и ФСБУ-26-2020. Мы последовательно разберем все эти документы. Начнем с прослеживаемости. То есть соглашение о прослеживаемых товарах, которые ввозятся, то есть это импорт, на территорию таможенного союза. Подписано 3 февраля 2021 года. Обязательным к применению оно стало с 1 июля 2021 года. До этого его можно было применять добровольно, то есть весь 2021 год. Но с 1-го 07-го предприятия уже обязаны были его применять. Для того, чтобы из экспериментального режима перейти в рабочий, был скорректирован налоговый кодекс. Что затрагивает этот ФЗ? Затронули поправки в основном импортеров. И привязаны они в настоящий момент к перечню товаров, которые находятся в списке, утверждаемым правительством. А система признана инструментом контроля для того, чтобы контролировать оборот товаров из этого списка. Это наиболее употребимые, широко используемые импортные товары. Сначала, первоначально туда вошли бытовая техника, типа холодильники, морозильники, оборудование, спецтехники, то есть погрузоразгрузочные машины, экскаваторы, бульдозеры и так далее. Компьютерная техника, то есть мониторы, телевизоры. И были несколько наименований детских товаров, то есть автомобильные кресла, коляски. То есть всего это постановление затронуло 18 товарных групп по кодам ТНВ. Но этот список не закрыт и не окончательно. Он будет дополняться и расширяться. Основной лейтмотив, что этот ФЗ призван ограничить нелегальный оборот наиболее популярных импортных товаров. Ну, с принятием этого закона все получилось не так гладко. То есть, кроме того, что участники оборота должны соблюдать определенные правила, то еще необходимо было принять и дополнительные нормативные акты. Какие же требования должны соблюдать участники оборота? Ну, во-первых, это принятие и выставление счетов фактур исключительно в электронном формате. И с указанием нового показателя аббревиатура НРНПТ. И, соответственно, предприятия должны сдавать в налоговые органы отчетность, которая отражает движение таких товаров. Федеральные законы, стандарты бухгалтерского учета, то есть ФСБУ, это замена нашим уже хорошо знакомым и давнешним ПБУ, которые касаются учета основных средств и капитальных вложений. То есть, все эти три документа, естественно, между собой связаны. И если у нас ФСБУ применяется с 1.07.2021 года, то ФСБУ обязаны применять предприятия уже в 2022 году. И, соответственно, должны провести определенную подготовительную работу. Значит, ну, во-первых, организация должна принять решение, применяются эти ФСБУ заранее, раньше указанного срока, или применяются с 1 января, когда они уже стали обязательны. И в этом случае эти правила мы будем применять уже с отчетности за 2022 год. То есть, не за прошлый год 2021, а уже за текущий 2022. И, соответственно, с 1 января 2022 года у нас прекращаются действия ПБУ, которые регламентируют аналогичные разделы. То есть, это ПБУ 6.01, учет основных средств, ну, и, соответственно, приказ Минфина номер 91, то есть методические указания, которые связаны с этим ПБУ. Ну, как бы, основная задача новых ФСБУ – это упорядочить и сблизить отечественный учет со стандартами МСФО. Если ФСБУ мы не применяли в 2021 году, то в этом случае ничего страшного, но с 2022 года такой учет мы обязаны принимать, применять. Применять его обязаны все организации. Единственное исключение – это бюджетники. То есть, данный стандарт не применяется организациями бюджетной сферы. Регулируется это пунктом 2 статьи номер 1 ФСБУ 6 слэш 2020. Итак, поговорим про прослеживаемые товары. Значит, вы на экране видите список прослеживаемых товаров, то есть тот, который действует у нас на данный момент. Ну, как вы видите, здесь довольно много сюда включено импортных товаров. Это и спецтехника, то есть бульдозеры, грейдеры, машины трамбовочные, дорожная техника. И дальше, соответственно, у нас пошли мониторы, проекторы, ну, то есть уже компьютерная техника, телевизоры, то есть приемники телевизионные, мониторы, схемы электронные, напольные и так далее. То есть все наши справочные информационные системы, то есть консультант, гарант, они публиковали эти списки, их найти очень несложно. И посмотреть по кодировке и, соответственно, по группам затронуло именно ваши товары, именно ваш бизнес. Это постановление или вы занимаетесь, работаете с теми товарами, которые пока не попали в этот список. Ну, как у нас всегда бывает, к сожалению, оказалось, что при принятии этого закона его требования невыполнимы, так как чтобы система прослеживаемости начала работать в полную силу, необходимо, чтобы на законодательном уровне были приняты еще такие документы, как положение о национальной системе прослеживаемости товаров и окончательный реестр товаров, поименованных для контроля. То есть вот этот список, который мы с вами сейчас только что посмотрели, он должен быть расширен и уже утвержден именно законодательно. Налоговые органы сообщили об этом в письме от 30.06, то есть за один день до того, как применение этого ФЗ стало обязательным. Но в этом случае, поскольку законодательные документы не все приняты, то, соответственно, санкции, которые предусмотрены в случае несдачи или отчетности по этому ФЗ или в случае его неприменения или неправильного применения, санкции будут неприменимы. То есть, конечно, не стоит это сознательно нарушать, но если вдруг вы упустили эту информацию, то, соответственно, пока месть ничего страшного. Для того, чтобы включить учет прослеживаемых товаров в ERP, нужно включить функционал, который запускает этот блок. В этом случае, когда мы активировали учет прослеживаемых товаров, у нас в декларации появляется отметка BRNPT. BRNPT, то есть это код, который присваивается при пересечении товаром границы при таможенной очистке. Находится это у нас в разделе учет НДС и ВЭД. Значит, у нас здесь есть раздел регистрации и контроль номеров ГТД. То есть это в первую очередь касается ГТД. И здесь нам надо поставить флажок, галочку, учет прослеживаемых импортных товаров и указать, с какого числа вы его ведете. То есть, например, с 01.07.21 это должно уже быть обязательно. Но если вы, например, ввели его с 1 января или там с 1 апреля, то, соответственно, здесь должна быть проставлена именно эта дата. После того, как мы активировали блок работы с прослеживаемыми товарами, мы переходим, можем посмотреть, где это можно увидеть. То есть, кроме настроек, где мы можем увидеть, что применяется этот блок. В этом случае мы переходим в меню закупки, выбираем номера грузовых таможенных деклараций, открываем любой абсолютно номер из документа. У меня демо-база у вас, соответственно, если ваша рабочая база, то вы увидите перечень своих деклараций. И здесь должен стоять флажочек, отметка, что декларация имеет РНПТ, то есть это регистрационный номер. РНПТ, как бы расшифровывается регистрационный номер прослеживаемого товара. Соответственно, кроме того, что мы можем посмотреть в меню закупки, в меню закупки есть в сервисе учет прослеживаемых товаров. То есть это рабочее место с полным набором функционала. Сейчас я перейду в демо-базу и покажу то же самое, только уже на живой базе. Так, значит, у нас меню закупки. И, соответственно... Так, извините, потерялась. И, соответственно, здесь мы можем это посмотреть. Но возвращаемся обратно к нашим слайдикам. Это, ну, как бы просто место, откуда это можно запустить, этот рабочий стол. Выглядит рабочий стол вот таким вот образом. То есть ссылочки, которые выделены синим текстом, отправляют нас в справочник, где у нас нужно проверить, чтобы у вас в номенклатуре были проставлены коды ТНВЭД. Сейчас еще раз пройдем. Сейчас, один момент, закупки. Документы закупок. Ну, я просто еще раз обращу внимание на то, что когда мы переходим в справочники НСИ и администрирование, поскольку все равно будете делать настройки, касающиеся работы с прослеживаемыми товарами, то, конечно, необходимо проверить и другие настройки, которые у вас здесь присутствуют, чтобы не оказалось, что что-то вы не отметили, и после этого нет возможности работать с каким-то блоком. По НСИ и администрированию хочу напомнить такую вещь. То есть в разделе администрирования у нас, так сказать, технические настройки, которые требуются для работы. Ну, то есть общие настройки, интерфейс, такси или обычный старый интерфейс, и все, что связано с интеграциями, с внешними программами, соответственно. А в меню настройки НСИ и разделов у нас как раз-таки грубые, если можно так сказать, настройки по каждому разделу. То есть по закупкам, по, допустим, по продажам, по регламентированному учету и по финансовому результату. Ну, то есть здесь все это собрано. Теперь рабочее место по учету прослеживаемых товаров, точно так же, как и любые другие функциональные опции, запускается с нескольких мест, то есть там, где по смыслу оно должно применяться. Значит, для того, чтобы работать с прослеживаемыми товарами, нужно по каждой ссылочке пройти и, соответственно, заполнить эту информацию, которая по этим ссылкам. И обратите внимание на раздел отчетность. То есть у нас есть журнал, в котором выводятся эти операции, и отчетность. То есть мы должны сформировать отчеты по НДСу, книгу покупок, книгу продаж, и, соответственно, поскольку в счетах фактурах теперь добавлена дополнительная графа для указания этого кода РНПТ, то, соответственно, мы понимаем, что отчетность должна сдаваться в налоговую инспекцию, и за это будут предусмотрены санкции. То есть, так сказать, льготный период, он тоже не вечный, и нужно об этом помнить. Собственно говоря, при оформлении документов товародвижения в документе могут быть не только прослеживаемые товары, но и обычные. И отличие от других, например, от маркировки в том, что здесь появляется графа количества. То есть для импортных товаров контролируется обязательное заполнение поля ГТД, и из рабочего места учет прослеживаемых товаров, то есть вот отсюда мы переходим в журнал уведомлений. Соответственно, это список, и в этом списке, обратите внимание, есть статус, то есть отправлен налоговую, не отправлен, и, соответственно, то есть это по аналогии с налоговой отчетностью. Обязательно должен быть сделан документ, уведомление об остатках товаров. В этом случае предусмотрено, что механизм списывает с остатка организации товары, которые не имеют вот этого номера, но имеют номер ГТД, то есть те, которые, например, были раньше завезены. А обратно на приход ставится этот же товар, но уже с присвоенным номером РНПТ. А значение ГТД, то есть номер ГТД, остается прежним. Что можно сказать про ФСБУ 6-2020? То есть это ФСБУ, которая заменила ПБУ 06, то есть это основные средства. Но применяются они парой, то есть ФСБУ 6-2020 и 26-2020 капитальные вложения. Они действовать будут в связке, поскольку в ФСБУ 6 нету перечня затрат, которые можно включать в первоначальную стоимость основных средств. Такие данные перенесены в ФСБУ 26-020. При этом ФСБУ 5-2019, это ФСБУ запасы, тоже вступила в действие в 2021 году. Напомню, что к запасам теперь относятся, то есть основным критерием, что относится к основным средствам, что относится к запасам. У нас теперь является срок службы, то есть это менее 12 месяцев или более 12 месяцев. Ну и соответственно, с ним очень тесно связаны в ФСБУ основные средства. Как можно перейти на учет новых стандартов? Есть несколько методов, то есть ретроспективный, это по аналогии бухгалтера знают такое понятие, то есть это пересчет с момента возникновения, так сказать, основного средства. То есть пересчитываются данные, которые внесены в предыдущие периоды. В этом случае получается, что необходимо и баланс сделать, пересчет баланса, и соответственно все результаты, то есть и форма 1, и форма 2 должны быть пересчитаны, поданы в налоговую инспекцию, ну и соответственно должны быть изменения в учете самой организации. В этом случае такие изменения происходят через счет 84, на котором происходит корректировка балансовой стоимости основных средств и амортизации по тем объектам, которые соответственно попадают под действие этого ФСБУ. Это самый трудоемкий метод, те, кто сталкивался, знают, потому что это нужно сделать исправительной проводки теми датами, когда происходило событие. Поэтому предусмотрен еще один вариант, немножко менее трудоемкий, это упрощенный ретроспективный способ. То есть в этом случае предприятие не пересчитывает показатели за прошлые периоды, которые предшествуют текущему отчетному, а производится единовременная корректировка балансовой стоимости на начало отчетного периода. Регулируется это пунктом 49 этого ФСБУ и соответственно информационными сообщениями от Минфина, которые датированы ноябрем 2020 года. При этом получается очень интересная тонкость. То есть у нас получается баланс, который составлен за 2021 год по состоянию на 31 декабря. То есть он делается без учета корректировок. А баланс за 2022 год на 31 декабря уже должен быть с учетом корректировок, а по разнице, которая у нас получается, соответственно должна быть вставлена пояснительная записка в налоговую инспекцию. То есть баланс за этот период нужно будет сдавать форму 1 и форму 2 с пояснительной запиской. Соответственно один баланс по состоянию на конец года и уже с другими данными по состоянию на начало года. Есть еще один метод. Это перспективно. У этого метода он самый, так сказать, щадящий по трудоемкости, но у него есть ограничения. Этот метод могут применять только малые предприятия. Соответственно в этом случае они могут не пересчитывать показатели учета до даты перехода на ФСБУ 6.20.20, а применять стандарт уже с 1 января. То есть указывают только показатели, которые возникли после даты перехода. Какие организации могут применять или не применять новую ФСБУ? Вот здесь у нас все достаточно жестко. То есть если ФЗ прослеживаемых товаров могли не применять бюджетные организации и организации, которые имеют право вести упрощенный учет, то ФСБУ обязаны применять практически все организации. Соответственно при перспективном способе записей у нас будет работать 84 счеты 0.2, то есть дебет 84-го в том случае, если мы пересчитываем увеличение амортизации при переходе на эти ФСБУ. Ну и соответственно обратная проводка дебет 0.2, кредит 84-го, если амортизация уменьшается. Значит по применению ФСБУ правило несколько жестче. И не применять эти ФСБУ могут только бюджетники. А вот даже микропредприятия, те которые могут применять упрощенную форму, сдачу упрощенных форм отчетности, даже такие предприятия обязаны применять новую ФСБУ. Единственное послабление, если можно так сказать, для предприятий, которые имеют право сдавать упрощенную отчетность, могут не использовать отдельные пункты из этих стандартов. То есть, например, они могут не корректировать оценочные обязательства по демонтажу, утилизации и восстановлению окружающей среды. Не проверять стоимость основных средств на обесценение. Ну, то есть практически все компании обязаны применять это ФСБУ. Вот эти, ну, скажем так, послабления, которые предоставлены малым предприятиям, которые по упрощенному способу отчитываются, ну, если честно, они не слишком облегчают жизнь. Чисто практические шаги, которые необходимо принять для того, чтобы начать применять новые стандарты. Ну, во-первых, в обязательном порядке должны быть сделаны инвентаризации основных средств прочих активов, то есть и запасов, и основных средств, которые уже по этим новым ФСБУ должны быть отнесены к основным средствам. Напомню, что по ФСБУ-5-2019, то есть запасы, у нас теперь к основным средствам могут относиться только объекты, которые имеют срок службы выше 12 месяцев. Ценовой, так сказать, показатель из этих требований ФСБУ исключен. То есть, если раньше у нас было, например, для бухгалтерского учета там 40 тысяч, для налогового 100 тысяч, то теперь единственным показателем будет являться срок службы. Соответственно, кроме инвентаризации, необходимо установить лимит стоимости основных средств, по которым само предприятие будет в последующем относить активы, ну, соответственно, к отдельному объекту или группе основных средств. И, кроме этого, необходимо определить ликвидационную стоимость объектов основных средств, которые останутся в составе основных средств и будут учтены на балансе. И отрегулировать правила последующего учета, то есть внести изменения в учетную политику, в части которой касается учета основных средств. Очень важно в учетной политике прописать правила последующего учета, то есть как будут учитываться основные средства по первоначальной или переоцененной стоимости. Все вот эти новые ФСБУ, то есть и 5-2019, и 6-2020, и 26-2020, они все ввели новые термины и понятия, которых в ПБУ не было. То есть ФСБУ 6-020 ввел понятие основного средства как актива. В ПБУ было немного другое определение. То есть согласно новому стандарту, это актив, который облечен в материально-вещественную форму, то есть в обязательном порядке имеет количественный учет. Следующее требование, он должен быть задействован в производственных или управленческих целях, или применяться в природоохранной или уставной деятельности. И самое основное предназначен, то есть он может быть предназначен для сдачи в аренду. Ну, соответственно, он должен эксплуатироваться свыше 12 месяцев, либо, если операционный цикл у предприятия больше 12 месяцев, то, соответственно, эксплуатироваться больше одного операционного цикла. Еще один критерий – это основное средство должно приносить доход, либо помогать достижению целей предприятия, то есть получению прибыли. В ПБУ у нас раньше было требование, что основное средство должно приобретаться для личного, то есть не личного, а использования организации, и не для продажи. В новом ФСБУ эту норму опустили, поэтому мы можем активы, которые в дальнейшем предполагается продать, можем учитывать в составе основных средств. Но в этом случае они попадают под регулировку другого ПБУ, пока еще действующего, 16.02. И плюс у нас целый список появился новых понятий. Одно из них – это балансовая стоимость, то есть в этом случае это совпадает. И это первоначальная стоимость объекта минус амортизация, то есть то, что у нас имеется сейчас в качестве остаточной стоимости. Элементы амортизации, то есть в этом случае у нас пунктом 37 закрепляется состав элементов в составе ликвидационной стоимости. Новое понятие обесценения нам уже раньше оно с вами встретилось. Это состояние актива, при котором его балансовая стоимость превышает сумму, которая может быть получена при использовании актива или в результате его продажи. Мы вернемся чуть-чуть позже еще раз к этому понятию, к обесценению. Немного в другом контексте. Ликвидационная стоимость – это пункт 30 этого же ФСБУ. То есть это абсолютно новое понятие, раньше оно не присутствовало. И это сумма, которую организация получила бы, если это основное средство подлежало выбытию. Ну, то есть после вычета предполагаемых затрат на выбытие. При этом предполагается, что объект основных средств уже полностью самортизировал, достиг окончания срока полезного использования и находится в соответствующем состоянии. То есть когда он подлежит списанию либо в силу физического износа, либо морального старения. Ну, то есть, соответственно. Еще одно новое понятие, которое 15-м пунктом ФСБУ введено, это переоцененная стоимость. В этом случае стоит обратить внимание на то, что переоценку основных средств необходимо делать постоянно. Переоцененная стоимость основного средства, ну, в большинстве случаев должна быть равна справедливой стоимости. Еще одно новое понятие. Значит, справедливая стоимость и группа основных средств. То есть группа основных средств – это объединение в одну группу сходных по характеристикам основных средств. В программе 1С ЕРП, ну, в принципе, во всех программах – это папка. То есть объединение в папку однотипных основных средств. И еще одно новое понятие, которое вводит 11-й пункт этого ФСБУ – это инвестиционная недвижимость. То есть это недвижимость, которая предназначена для сдачи в аренду или получения дохода от прироста ее стоимости. С введением понятия инвестиционная недвижимость, понятия доходные вложения в материальные ценности не используются в отношении основных средств, которые организация передает или планирует придавать в аренду чаще всего. То есть это абсолютно новое понятие, про которое нужно очень хорошо разобраться и отложить, так сказать, в памяти, что это такое, для чего это требуется. Мы с вами снова возвращаемся к лимиту. То есть это ФСБУ у нас изменило лимиты стоимости. ПБУ-06 у нас устанавливало границу для признания актива основным средством. Сначала было 40 тысяч рублей, потом 100 тысяч рублей. И что характерно, в учетной политике мы могли снизить эту границу, но повышать мы ее не могли. Сейчас федеральный стандарт вообще никаким образом стоимость для актива не регулирует, то есть для того, чтобы его отнести в состав основных средств. Повторюсь, самое главное это срок использования. И, соответственно, организации могут сами установить лимит по стоимости. Опять же, напомню, что в этом случае это обязательно нужно закрепить в учетной политике. То есть мы должны установить лимит и, соответственно, срок, в течение которого это основное средство будет приносить доход. Срок полезного использования зависит, ну, во-первых, естественно, от ожидаемого периода эксплуатации, особенно если это какая-то техника, станки, оборудование. Ожидаемого физического износа, то есть мы предполагаем, что физически наше основное средство будет служить, там, например, два года, три года и так далее. Но, кроме этого, должен учитываться и моральный износ. Ну и, соответственно, если предприятие имеет планы модернизации или замены оборудования, то необходимо учитывать графики и планы по замене оборудования. Больше основных принципиальных именно различий с ПБУ нет. То есть на самом деле это немножко подкорректированные, ну, те же старые правила. Поэтому по срокам полезного использования можно использовать амортизационную группу, ну, то есть так, как мы учитывали это и раньше. Теперь вернемся к стоимости. То есть в бухучете мы приходим основное средство по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость определения дает другой документ. ФСБУ 26.20.20 это капитальные вложения. Значит, в этом случае, опять же, идет немножко изменение формулировок. То есть первоначальная стоимость по этому ФСБУ это сумма капитальных вложений, что, в принципе, у нас и так применялось до этого. То есть мы приобретали основное средство, которое, допустим, требует каких-то вложений, то есть монтажа, сборки-разборки. И на 0,8 счете формировалась первоначальная стоимость. Уже только после этого основное средство переводилось на 0,1 счет и уже переводилось в сумме затрат, которые были потрачены на ввод в эксплуатацию этого объекта. Значит, они по-прежнему включают сумму, которую мы должны были заплатить поставщику, стоимость списываемую или амортизируемую в связи с использованием при осуществлении коопложений, зарплату работников, которые проводят, например, монтаж или доработку. Ну, соответственно, зарплата плюс начисленные на нее страховые взносы. И оценочное обязательство, в том числе по будущему демонтажу или утилизации и восстановлению окружающей среды. То есть после того, как мы оприходовали это средство, основное средство, если оно, например, не требовало каких-то дополнительных доработок, то мы его учитываем по первоначальной стоимости, но, может быть, и по переоцененной. В этом фейсбуке как раз вот эти нюансы у нас и описываются, чем отличается переоцененная стоимость. Теперь про переоценку. То есть, во-первых, необходимо выбрать вариант переоценки. И неприятная новость в том, что переоценки необходимо проводить постоянно. И периодичность проведения оценок зависит от группы основных средств. Исключение составляет инвестиционная недвижимость. И это все нам требуется закрепить в учетной политике. То есть, это административный, локальный акт организации. Переоцененная стоимость должна быть приближена к справедливой. Еще одно новое понятие – справедливая стоимость. Суть этого понятия раскрывает МСФО-13. Если брать официальное определение, то это цена, по которой провели бы обычную сделку участники рынка с целью продажи актива на дату оценки в текущих и рыночных условиях. То есть, за сколько бы мы могли продать это основное средство, ну, например, по состоянию на 31 декабря. Там, текущего года, например. И теперь мы снова возвращаемся к понятию обесценения, к термину обесценения, про который я вам говорила раньше. Соответственно, с 2022 года компании должны проводить в обязательном порядке проверку на предмет обесценения основных средств уже согласно вот этому новому ПБУ. Собственно говоря, это требование перекрывает возможность завышенной, учета завышенной стоимости. причем это уже на законодательстве этого стандарта, то есть на МСФУ. То есть в этом случае проверка на обесценение, а также учет изменившейся балансовой стоимости у нас обязан производиться в рамках этого МСФУ, то есть МСФУ-16. Ну, опять же, для малых предприятий вот обесценение по термину обесценения, по норме, для малых предприятий есть небольшие послабления. Послабления. Послабления, сейчас мы их рассмотрим. Что же за послабления? Первое, то, что касается амортизации. Значит, как и прежде, погашение стоимости у нас происходит через амортизацию. Ну, и, соответственно, так же, как и по прежним нормативным актам, он, эта амортизация у нас учитывается на 0,2 счете. И амортизация списывается на затратные счета, которые закрываются в конце месяца. Ну, в зависимости от специфики, это дебютуются 20-й, 25-й, 26-й, 44-й, то есть в зависимости от того, какой деятельности ведет организация. Если это торговая, то у нас будет работать 44-й счет, если производственная, то 20-й, 25-й, 26-й и так далее. Еще изменения коснулись базы для начисления амортизации. Значит, что изменилось? Теперь у нас амортизация считается от разницы между балансовой и ликвидационной стоимостью. То есть ликвидационная стоимость это вот наше новшество очередное, которое введено этим стандартом. То есть, повторюсь, ликвидационная стоимость это стоимость основного средства, которое останется после ликвидации объекта основных средств. Минус затраты на демонтаж, утилизацию и прочие сопровождающие выбытия. То есть, обращая внимание, у нас изменилась база для начисления амортизации. Если мы прежде брали первоначальную стоимость и соответственно в зависимости от того, к какой группе относится основное средство рассчитывали, сколько будет погашаться ежемесячно, то теперь механизм расчета другой. Что у нас происходит в программе в связи со всеми этими новшествами? Ну, во-первых, учетная политика. Сейчас я перейду на программу. Вот. Где у нас находится учетная политика? То есть, переходим в НСИ и администрирование и здесь у нас есть подменю организация. То есть, мы переходим в организацию и ну, вот я возьму первую, которая у меня попалась. Андромеда. И здесь у нас есть закладочки, то есть, первые, это, так сказать, общие адреса, регистрационные данные и закладочка учетная политика. Обратите внимание, что интерфейс этой закладочки достаточно ну, отличается от предыдущих. Я вот здесь хочу сделать небольшое отступление. То есть, мы с вами сейчас рассматриваем, как это будет происходить в ERP на примере релиза 2.5.8. Я делаю акцент на этом моменте совершенно специально, потому что в предыдущих релизах, ну, те же 2.5.7, интерфейс по настройке учетной политики и налогов был немного другой. По следующим релизам, то есть, вот этот релиз, он у нас был выпущен в сентябре месяце, то есть, существует уже 2.5.9, но у них достаточно много различий, поэтому я беру, так сказать, еще не самый последний, но и уж не совсем гремучую древность. Значит, в этом случае учетная политика у нас, во-первых, касается того, ну, каковую систему налогообложения применяет организация, по кнопочке изменить мы можем перейти и, допустим, если у вас стала упрощенка, то выбрать другой вариант налогообложения. еще один момент, на котором хочу заоставить ваше внимание, это в отличие от других конфигураций предыдущих релизов, ну, например, в той же бухгалтерии мы каждому предприятию создаем свою учетную политику. Здесь учетная политика, то есть в ERP, учетная политика создается, ну, как модель, и, например, если у вас много юридических лиц, вы создали модель системы для общей системы налогообложения, например, несколько ваших юрлиц работают на такой системе, то в этом случае они могут применять эту учетную политику, то есть просто выбирают ее. И обратите внимание, что в ERP, поскольку существует три вида учетов, оперативные, бухгалтерские и налоговые, то, соответственно, и учетные политики у нас тоже будут разные, то есть есть учетная политика финансового учета, есть для бухгалтерского учета и для налогового учета, ну, и отдельным блоком выведена НДС, ну, соответственно, по всем гиперссылкам, то есть вот поле, которое выделено шрифт синим цветом и, соответственно, по нему можно перейти и попасть в диалоговое окно. Вернемся снова к нашим слайдикам и что мы здесь должны посмотреть, то есть учетная политика бухгалтерского учета, именно бухгалтерского, то, что нас интересует в сегодняшней нашей встрече, то есть мы рассматриваем изменения, которые у нас возникли в РСБУ, то есть Российская система бухгалтерского учета. Значит, в бухгалтерском учете изменения по амортизации, то есть сейчас мы вернемся, то есть вот эти пункты. Значит, сейчас перейдем в саму настройку, обратите внимание, то есть здесь точечками, во-первых, обязательно указать, с какого периода начинает действовать ваша учетная политика. Общее правило, что учетная политика должна, приказ должен быть датирован 31 декабря, введен о вводе в действие новой учетной политики с 1 января. Но в нашем случае, если вы не применяли добровольно, раньше, чем предписывает законодательство, то, например, изменения, которые связаны с ФЗ по прослеживаемым товарам, у вас должно стоять 01.07.21. Итак, основные средства. Обратите внимание, мы должны проставить флажок, амортизация начисляется в соответствии с ФСБУ-6. И с какой даты начисляется, то есть это какой метод мы применяем ретроспективный, упрощенный или перспективный, ставим с даты принятия к учету, это наиболее распространенная ситуация. То же самое касается, если у вас есть нематериальные активы, то здесь нужно посмотреть, что изменяется. Запасы это ФСБУ-5 2019. то есть вести или дополнительный учет на забалансе, это чаще всего конечно касается спецодежды, специнвентаря, инструментов. И списать стоимость ТМЦ в эксплуатации в декабре 2020 года. То есть ФСБУ-5 2019 у нас обязана применяться с 1 января 2021 года. И соответственно по состоянию наконец 2020 года необходимо было сделать инвентаризацию и все ТМЦ, которые по критериям не попадают под определение запасов, необходимо было единовременно списать. Соответственно в нашей учетной политике мы должны поставить вот здесь флажок. Ну расчеты это в принципе то, что не изменяется, то есть если у вас было в учетной политике предусмотрено ну какой-либо из этих вариантов, то в принципе он остается без изменений. То же самое в отношении зарплаты, то есть если у вас в этой конфигурации ведется и расчет заработной платы, то соответственно нужно проставить флажок с детализацией по работникам организации. Если учет зарплаты у вас ведется во внешней программе, ну например конфигурация зарплата и кадры, то в этом случае сюда выгружаются уже свертнутые проводки без детализации по работникам, ну то есть итоговыми суммами. Еще одна тонкость, обратите на нее внимание, это пункт отчетность и настраиваемая бухгалтерская отчетность. Даже в предыдущих релизах такого понятия не было. Значит здесь у нас есть возможность показать все, выбрать. То есть если вы берете по старому, как вы работали до этого, то выбирается не настраивает, не настраивается. Но можно создать, что это настраиваемое и в этом случае у нас есть рабочее место, я сейчас не буду переходить к нему, потому что это больше, так сказать, информация к размышлению и о возможностях программы. то есть соответственно в рабочем месте можно задать как настроить ту отчетность, которую предприятие будет сдавать и если есть какие-то особенности, ну например вы сдаете там какие-то формы статистики или отчетность как резидента в качестве резидента или еще какие-то тонкости, то в этом случае здесь это можно предусмотреть. Так, это мы с вами посмотрели учетную политику по бухгалтерскому учету, то что касается амортизации и соответственно ну попутно просмотрели другие настройки. Обратите внимание, что учетная политика финансового учета здесь тоже есть некоторые изменения, то есть здесь мы указываем метод оценки, ну собственно говоря методов здесь осталось только два, то есть либо средняя, либо FIFA, отсутствует оценка по единице, продукты, и выпуск продукции, как у нас происходит, по фактической стоимости или по плановой стоимости, вот это тоже важно, потому что при закрытии месяца соответственно формирование себестоимости будет происходить по-разному. и вот он наш учет внеоборотных активах в управленческом учете, то есть здесь соответственно если вы используете МСФОшный формат, то точечка должна стоять здесь, если мы используем ПБУ, про который мы только что говорили, то точечка должна стоять здесь, если у вас вызывают какие-то сомнения, что же это такое, то у нас есть вот такая подсказка вопросительный знак в конце строчечки и это так сказать подсказка по текущему пункту что же изменилось, то есть раньше ПБУ 06 мы начисляли амортизацию с месяца следующего за принятием основного средства в эксплуатацию, а сейчас можно начислять амортизацию с момента получения с момента ввода в эксплуатацию основного средства. Ну и соответственно по другим если мы используем сдачу в аренду, то соответственно здесь ставим флажочек ну и проверяем еще раз свою учетную политику, может быть вы что-то еще изменили. это мы посмотрели политика финансового учета, то есть регламентированный учет это у нас налоговый, бухгалтерский учет это вот он у нас, а финансовый это соответственно ну скажем так фактический учет и фактические финансовые результаты, которые могут немного отличаться и от бухгалтерского учета и от налогового учета. ну и настройки НДС ну здесь соответственно так сказать ритуальные отметки, то есть освобождена организация или нет, реализует ли реализует ли организация работы не на территории РФ ну и соответственно что считать авансами для счетов фактур. Ну и собственно говоря традиционно периодичность вычетов и восстановление НДС это месяц. обратите внимание нужно ли вести раздельный учет, то есть если предприятие у вас ведет раздельный учет, то проверьте, чтобы во всех настройках, не только здесь в настройках НДСа у вас стоял раздельный учет. ну можно если у вас допустим 5% порог вы используете тоже соответственно флажок и как списывается НДС в случае облагаемых и не облагаемых операций. Еще раз напомню, что в связи с вводом понятия прослеживаемые товары при выписке счетов фактур в обязательном случае, если это импортные товары, то должна появиться новая колоночка РН ПТ. Ну и соответственно дальнейшее положение учетной политики это уже чисто для собственного спокойствия по-хорошему еще раз посмотреть не происходит ли каких-то неувязок или противоречий между теми настройками, которые мы сделали и теми настройками, которые у вас были до этого. Теперь мы снова возвращаемся к нашим слайдикам и собственно говоря, эти слайдики еще раз возвращают нас в тот раздел, который мы с вами только что посмотрели. Только здесь уже более акцентировано на что нужно обратить внимание. Итак, в учетной политике бухгалтерского учета во-первых мы должны проверить применяется ли 18 ПГУ и если применяется то по какому методу потому что один из новых методов это балансовый метод он более выгодный для предприятия чем другие но на это надо обратить внимание. Обратите внимание еще вот на что что здесь есть очень удобная подсказка то есть в чем разница и если вы не уверены чем отличается например балансовый метод от метода отсрочки то в этом случае вот здесь есть очень понятный коротенький что самое важное комментарий следующее на что обратить внимание это запасы то есть применение ФСБУ 5 2019 вот то что я вам говорила списать стоимость ТМЦ в эксплуатации в эксплуатационные расходы то есть это инвентаризация по концу года ну и соответственно отчетность то что я вам показала настраиваемая и ненастраиваемая идем дальше еще раз вернемся к прослеживаемым товарам значит в разделе инсы и администрирование вернемся снова сюда инсы и администрирование здесь у нас есть не могу сейчас извините так у нас есть работа это рабочий стол учет прослеживаемых товаров то есть это переходит вот в рабочее место про которое я вам говорила обязательно нужно в него войти потому что в отделе отчетность есть все формы отчетов которые мы должны подавать в налоговую инспекцию здесь есть и уведомления об остатках и собственно декларация по НДС с учетом новых вот этих показателей ну и книга покупок продаж тоже с учетом этих показателей и собственно журнал реестр счетов фактор которые тоже в обязательном порядке должны учитывать эту кодировку и теперь мы с вами переходим к последнему ФСБУ 26 2020 это капитальные вложения значит обратите внимание что здесь нету критериев критериев ФСБУ 6 нет критериев по основным средствам это ФСБУ содержит только перечень затрат которые формируют капитальные вложения ну и соответственно в последующем это из чего складывается стоимость основного средства значит ну единица капитальных вложений это сам объект основного средства также как и раньше при формировании кап вложений мы учитываем затраты на приобретение и создание основных средств то есть в этом случае это может быть монтаж сборка настройка ну то есть то без чего основное средство не может эксплуатироваться не может быть введено в эксплуатацию например может быть сумма оценочного обязательства по будущему демонтажу или утилизации ну соответственно если это какие-то основные средства которые содержат опасные отходы вещества то и восстановление окружающей среды то есть это суммы которые мы относим на 0 8 счет и которые потом учитываются уже в стоимости основного средства при этом еще раз хочу акцентировать ваше внимание на таком моменте что сюда входят все льготы скидки какие-то преференции которые организация могла получить при приобретении этого основного средства если в ходе допустим вот вложений мы получаем какие-то материалы или может быть продукцию которую мы можем продать или использовать в дальнейшем цикле производства то их стоимость вычитается из стоимости капитальных вложений и опять же капитальные вложения обязательно проверяются на обесценение после того как капитальные вложения сформированы вот после этого уже объект признается основным средством и соответственно в бухгутчете переводится на ноль первый счет делается акт ввода в эксплуатацию ну и собственно весь документооборот который связан с этим процессом если например мы формируем капитал вложения производится монтаж какой-то сложной техники и не дожидаясь окончания общего монтажа мы начинаем использовать какую-то часть этого объекта то такая часть признается отдельным объектом основного средства ну и наконец в новых стандартах есть очень четкий перечень затрат которые не учитываются в составе капитальных вложений ну например при обычном документообороте особенно если это дорогостоящие основные средства какое-то дорогостоящее оборудование то необходимо чтобы это было оформлено документально например если это контролируемая сделка то должно быть решение учредителей или приказ руководителя о приобретении и соответственно затраты которые организация понесла до принятия решения о создании основного средства учитываться в составе капвложений не будут то же самое касается если было принято решение например о ремонте об каком-то улучшении о модернизации то есть затраты понесенные до принятия такого решения то есть до даты документа фиксирующего такое решение в состав капитальных вложений в это основное средство включаться не могут то же самое касается затрат которые связаны с внеплановыми ремонтами то есть например когда возникают какие-то поломки которые не предусмотрены гарантийными обязательствами например если это ненадлежащая эксплуатация значит в этом случае налоговое ведомство считает что при таких ремонтах восстанавливается только восстанавливается прежнее состояние основного средства и никакие характеристики при этом не улучшаются поэтому такие затраты мы не можем принимать в составе кап вложений ну и собственно говоря естественно это все что связано с плохой организацией труда и учета если можно так выразиться то есть это какие-то сверхнормативные потери брак сверхнормативные расходы материалов если это касается каких-то ремонтов ну то есть в общем-то все что связано с ненадлежащим выполнением сотрудниками своей работы или неправильных условий эксплуатации так и теперь снова мы вернемся с вами в базу и хотелось обратить ваше внимание вот на такой момент значит соответственно у нас в разделе НСИ и администрирование и подраздел финансовый результат и контролинг есть тоже настройки вот при формировании годовой отчетности необходимо проверить как настроен поскольку мы внесли изменения в учетную политику и возможно даже не одно в течение года то есть связанное и с прослеживаемыми товарами и с основными средствами и с запасами то перед закрытием месяца нам необходимо проверить настройки которые касаются выведения финансового результата значит здесь соответственно просмотреть какие флажки у нас проставлены и если мы ничего не меняем то соответственно теперь мы спокойно можем посмотреть что у нас еще касается регламентированного учета то есть в первую очередь это НСИ и администрирование и вот у нас здесь есть раздел регламентированный учет значит в регламентированном учете нам в первую очередь нужно посмотреть отражение операции значит с какого периода мы отражаем в учете но этот показатель чаще всего устанавливается один раз на всю жизнь так сказать когда мы начинаем учет программы перенесли остатки то есть в этом случае мы можем поставить что хозяйственные операции начинаются вот с такой-то даты или проставить все хозяйственные операции но вот здесь вот есть некоторое лукавство в этом пункте потому что если все остатки вводятся так как положено то мы спокойно можем ставить все хозяйственные операции если же мы при вводе остатков где-то схалтурили и переносили его не так как положено то есть не по документам ввода остатков то в этом случае мы выбираем дату например с 1 января поскольку предыдущие операции были не совсем корректны и мы не хотим их указывать очень важный флажок управления управленческий учет на плане счетов регламентированного учета то есть в бухгалтерском и в налоговом учете у нас используется единый план счетов соответственно управленческий учет лучше всего ставить вот этот флажок чтобы был использован тот же план счетов для всех видов учета по поводу валюты это настраивается один раз при вводе при начале работы с программами а вот резервы под обесценение запасов а вот на это обратите внимание потому что вот в связи с введением вот этих ФСБУ то флажок поскольку обесценение у нас будет проходить при каждой переоценке ну все-таки стоит задуматься о создании резервов под это обесценение и обратить внимание на пункт отчетность ну во-первых в каком формате сохраняется отчетность когда мы делаем декларацию делаем выгрузку то есть это может быть PDF файл или XML или Excel ну то есть посмотреть здесь можно достаточно большой выбор в каком формате сохранять регистры бухгалтерского учета дальше идет настройка в общем-то печатных форм если вы используете какие-то логотипы или может быть там какие-то фирменные знаки то соответственно настройку калантитов стоит изменить используете вы или нет контролируемые сделки то есть стоит проверить вашу информацию что попадает под контролируемую сделку и так далее вот это очень вредный флажок обратите на него внимание не использовать проверку выполнения операции закрытия месяца в отчетах то есть когда вы составляете какие-то отчеты у вас программа в автоматическом режиме контролирует выполнение всех операций то есть если вы вдруг забыли закрыть месяц то программа вам вежливо скажет что Борис ты не прав ну и собственно говоря сервисные функции значит вот первый момент ручное изменение проводок документов то есть это то что мы можем в документе поставить флажок ручная корректировка и ручками вписать какую-то проводку которая не предусмотрена штатными средствами возможно ну это некорректная некорректная проводка то есть соответственно вот такой флажок лучше всего рядовым пользователям не ставить потому что вероятность ошибок будет очень высокая а при перепроведении документов которое должно в обязательном порядке предшествовать закрытию месяца в этом случае документ не перепроводится то есть сохраняются проводки которые были внесены ручками и собственно говоря если вы применяете упрощенку то посмотреть какие настройки у вас были касательно упрощенки это то что касается конкретно настроек и после этого уже более тонкие настройки обратите внимание что если мы уйдем отсюда и вернемся в НСИ и администрирование то разделы которые мы имеем вот в этом окне то есть это интерфейс такси у нас практически повторяются и здесь то есть если можно так сказать что это более грубая настройка то есть например мы проверяем и активируем какие-то функциональные опции именно касательно применения разделов ну вот например в разделе закупки товары в пути то есть если я ставлю флажок товары в пути то это значит переход права собственности у нас не совпадает с фактом получения чаще всего это ну импортная операция когда например право собственности переходит по правилам инкотермс ну например при загрузке на складе поставщика а в бухгалтерском учете и согласно российскому законодательству права собственности у нас право распоряжаться товаром у нас возникает с момента прохождения таможенной очистки то есть когда таможня ставит нам на ГТД штампик выпуск разрешен или применение неотфактурованных поставок что в принципе нельзя делать в бухг учете но на практике тем не менее оно у нас встречается достаточно часто то есть в этом случае фиксирование идет поступление товаров в финансовом учете то есть в управленческом и уже оформление документа приобретения товаров и услуг фиксирует переход права собственности ну и работа со статусами документов вот со статусами документов вам обязательно нужно проставить отметочки если вы предполагаете работать с заявками на расходование денежных средств напомню что сами по себе заявки на расходование денежных средств активируются при заполнении информации по расчетному счету и соответственно они имеют статусы там не согласован согласован к оплате и так далее то есть в разделе в каждом разделе посмотрите статусы документов и так меню закупки кроме того что у нас имеется так грубая настройка как я уже сказала то есть где происходит активация каких-то функциональных опций у нас есть еще более тонкая настройка так сказать которая находится в самом разделе ну вот закупки например или ну например казначейство ну то есть любой продажи то есть здесь у нас присутствует раздел где можно ввести дополнительные сведения то есть для более точной настройки ну вот например возьмем склад и доставка видите у нас в отдельный раздел вынесены отчеты по складу и отдельным расчетом идут дополнительные настройки и справочники которые используются именно в этом блоке и ну касаются складского хозяйства ну первое это способы обеспечения потребностей то есть если у вас производство то это резервирование товаров и так далее то есть когда происходит резервирование по заказу поставщика или в других случаях это схема обеспечения если вы ведете адресный склад то есть когда у вас пронумерованы стеллажи ячейки составлены карты размещения и так далее то в этом случае естественно нужно заполнить вот эти вот сведения правила размещения типа размера ячеек и так далее и отдельный блок управления доставкой вот этот блок очень интересный то есть это логистика которая может быть естественно складская может быть не только складская то есть это например включает и доставку товаров покупателям и наоборот перекидку между своими складами ну то есть в этом случае мы если имеем собственный автопарк вводим типы транспортных средств а потом уже вводим сведения про конкретные транспортные средства которые относятся к какому-то типу и после этого можем планировать их загрузку и собственно говоря графики их работы и так далее то же самое зоны доставки если вы зонируете то есть проводите доставку ну чтобы например составить кольцевые маршруты и так далее тмц в эксплуатации это собственно говоря спецодежда спецосназка инвентарь оборудования и так далее то есть в этом случае можно задать более точные настройки ну и собственно говоря сам так сказать отчетный блок который так же как и ну вот на примере складского блока отчетный блок который касается именно этого раздела вынесен вот так вот отдельно и сюда входят все отчеты которые в общем-то касаются этого блока и бухгалтерские и управленческие и финансовые обратите внимание то есть есть обычные ведомости которые у нас ну собственно всем знакомы и так далее управленческие то есть например оборачиваемые запасов и так далее по отдельным критериям то есть например ценах поставщика анализ документов где есть приемка где была сборка или отгрузка ну то есть вот достаточно много всяких всяких видов отчетов соответственно это есть в каждом разделе то есть например раздел казначейства вот у нас отчеты по казначейству обратите внимание что есть и планирование денежных средств есть и отдельно по финансовым инструментам то есть финансовые инструменты в нашем случае вот например казначейство вот это раздел финансовые инструменты и здесь в общем-то идет работа с договорами кредитов и депозитов но депозиты были до недавнего времени очень популярной вещью потому что ну например те же овернайты или депозиты выходного дня соответственно это вынесено в отдельный блок чтобы не путалось ни с закупками ни с продажами а вот стояло именно обособленным ну и внеоборотные активы это вот как раз таки то что касается темы нашей сегодняшней встречи это основные средства и так далее то есть во-первых вот основные рабочие разделы в отдельный вынесена аренда то есть если например это инвестиционный актив и вот опять же настройки и справочники то есть более тонкие настройки которые для этого блока требуются и блок отчетов соответственно настройки и справочники у нас касаются в основном классификаторов графиков амортизации группы основных средств про что я вам говорила уже и то что касается ремонтов ну а собственно говоря сейчас не оборотные активы это настройки мы с вами посмотрели а теперь отчеты ну практически обычные стандартные ведомости то есть это бухгалтерские отчеты инвентарная книга по основным средствам то же самое по нематериальным активам и дальше вот допустим достаточно много отчетов которые именно управленческие ну вот состояние объектов эксплуатации то есть это позволяет составлять графики ремонтов и соответственно планировать затраты на проведение таких операций что здесь еще интересного у нас есть вот здесь в отдельный блок вынесены отчеты по лизингу то есть очень удобная ведомость по которой очень удобно просматривать обязательства и можно настраивать это штатная функция настраивать графики которые например графики платежей ну и естественно любимый планфактный анализ оплаты начислений по аренде и так в общем-то мы с вами посмотрели и потрогали так сказать руками то что касается нововведений то есть основные повторюсь небольшой дайджест по нашей встрече основные нововведения 2021 года это ФЗ по прослеживаемым товарам новые ФСБУ 6 2020 и 26 2020 ну и по предыдущему году это ФСБУ 5 2019 то есть запасы сейчас мы будем сдавать отчетность за 2021 год и пока не поздно нужно очень внимательно проверить все ли согласно этим ФСБУ вы сделали ничего ли не забыли потому что штрафные санкции в общем-то только по прослеживаемым товарам у нас пока месть не применяются а по ФСБУ они уже грозят вам во весь рост поскольку они обязательно к применению и действуют уже с 1 января ну как бы по полной программе хочу хочу еще раз вернуться к самому началу нашей встречи и показать еще раз вам наши контактные данные то есть звоните пишите задавайте свои вопросы мы с удовольствием на них ответим уже с учетом вашей специфики вашей конкретно ситуации ну естественно будем рады если мы сможем помочь вам во внедрении программного обеспечения в доработке возможно какие-то вам потребуются нестандартные документы или отчеты ну то есть весь спектр услуг которые касаются 1С все что вокруг и около мы с удовольствием окажем вам помощь и будем очень рады если вы к нам обратитесь компания Кодерлайн благодарит вас за уделенное время за внимание спасибо и всего вам доброго спасибо спасибо Субтитры создавал DimaTorzok